МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Помощь земляков". Ярославцы собрали более полумиллиона рублей для жителей, пострадавших от взрыва бытового газа на Батова. Предпросмотр в Ярославле проверяют готовность техники к зимней уборочной кампании. Начали с управдомов. Че плюс Че. Что обозначает это буквенное сочетание? Гостям филармонии во время спектакля о нам на пресс-конференции рассказал Сергей Гармаш. Время перемен. На стадионе Шинник обновляют кресла. Партию новых сегодня привезли из Ижевска. Здравствуйте. В эфире время новостей городского телеканала в студии Наталья Пиунова. Начну выпуск с того, что первое заседание по делу ростовского поджигателя Александра Комарова назначено на 21 октября. Дату сегодня определили Ярославский областной суд. Комарову вменяют несколько статей Уголовного кодекса, самая тяжкая из которых – убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Речь о страшном пожаре в Ростове в октябре прошлого года, где погибли 8 человек, в том числе пятеро детей. По версии следствия, обвиняемый ночью, будучи пьяным, поджег деревянную лестницу двухэтажки. В этом доме предположительно проживал школьник, обидевший сына Комарова. Пламя перешло на перекрытие второго этажа. Пути эвакуации оказались заблокированными. Семерым выбраться не удалось. Еще одна жертва умерла в больнице. По горячим следам задержали подозреваемого 38-летнего Александра Комарова, жителя Ростова. На допросе он признал вину. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. На период рассмотрения уголовного дела Комаров по-прежнему будет находиться под стражей. Областные парламентарии поддерживают идею ввести реестр лиц, осужденных за педофилию. С инициативой ранее выступила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен считает, необходимо срочно, законодательно предусмотреть пожизненный надзор над осужденными педофилами. Ярославские парламентарии предложили первыми представить механизм реестра. Сейчас варианты практического действия документа обсуждаются среди общественных организаций в преподавательском и научном сообществе правоохранительных органах. Проект закона в Яроблдуме проработают в течение месяца, чтобы потом направить в Госдуму. О реестре осужденных заговорили после убийства несовершеннолетних девочек в Рыбинске. В преступлениях обвиняется 41-летний Виталий Молчанов, заключенный на время предварительного следствия под стражу. Напомню, тела двоих сестер 8 и 13 лет со множественными ножевыми ранениями в середине сентября обнаружили в квартире Молчанова. После экспертизы выяснилось, перед убийством девочек изнасиловали. Задержанный признался в совершении преступлений. Оказалось, что мужчина отбывал наказание за аналогичное преступление. «Даже если человек освобождается из мест лишения свободы, по крайней мере, правоохранительная система должна всегда знать, где этот человек находится. Среди моих коллег есть огромное количество боли, в том числе радикальных мер. Мы все это проанализируем, посмотрим, как это возможно применять в нашей правовой реальности». Два года колонии общего режима. Такое наказание назначил сегодня Дзержинский районный суд Ярославля 47-летней москвички, которая в обход законодательства организовывала пребывание иностранцев в России. Филиппинцам оформляли приглашения и документы как высококвалифицированным специалистам от ярославской фирмы. Компания была эффективной, специалисты на деле трудились нянечками и домработницами в Подмосковье. Помогал предприимчивой даме с двумя высшими образованиями, другой подсудимый, который ранее работал в миграционной службе и знал особенности организации пребывания иностранцев. Действовали оба не бескорыстно, с каждого филиппинца брали по 3,5 тысячи долларов. Таким образом успели обогатиться на 18 миллионов рублей. Теперь обоим вынесли приговор, правда, без штрафов. Мужчине суд назначил год и 10 месяцев колонии общего режима. Оба признали вину и рассказали о всей схеме деятельности. Поэтому и наказание по инкриминируемой статье более мягкое. Новый летальный исход и осенний максимум по заболеваемости региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил городскому телеканалу обновленную статистику. Скончался 52-летний мужчина. Это 48-й случай смерти от ковид. А вот количество заразившихся увеличилось на 67 человек, что стало предельным показателем с начала новой вспышки инфекции. Муниципалитеты и лидеры по общему числу зараженных Ярославль, Рыбинск, Ростовский район. В национальной ковидной сводной наш регион занимает 42-е место с показателем 9 тысяч 64 случая заражения с начала пандемии. Выздоровевших за сутки 113. Таковы официальные данные на четверг, 8 октября. Ярославцев, как и в целом, россиян призывают остаться дома. Речь о предстоящих выходных. Такое заявление сегодня сделал помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов. Жителям рекомендовано отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта в пользу домашнего уикенда с семьей. Причина увеличения количества заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Между тем, соблюдение масочного режима в Ярославле проверяют ежедневно. С октября проинспектировали почти 800 предприятий торговли сферы услуг, составили более 20 протоколов. Усиление контроля связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, связанной с коронавирусом. Представители большинства предприятий соблюдают необходимые меры безопасности, сообщают в мэрии Ярославля. Однако некоторые работники все же нарушают режим. Зачастую горожане, посещающие торговые точки, не используют средства индивидуальной защиты. Напомню, за несоблюдение масочного режима предусмотрены штрафы для граждан до 30 тысяч рублей, для должностных лиц до 50, для юридических лиц до 300 тысяч. Масочный режим в регионе введен с 16 мая и действует до особого распоряжения губернатора Дмитрия Миронова. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин согласен с решением губернатора расселить дом на Батова. Как считает омбудсмен, это самый логичный итог в сложившейся ситуации. Бабуркин рассказал, что к нему неоднократно обращались собственники квартир дома, признанного аварийным. И вот вчера Дмитрий Миронов наконец поставил точку в судьбе здания, где взорвался бытовой газ. Городской телеканал рассказывал в выпусках новостей о встрече главы региона с жителями. Повторная экспертиза, проведенная Московским проектным институтом, показала, что дом в аварийном состоянии. Теперь жильцов 120 квартир будут расселять. Вот это решение непростое для власти, потому что непростое оно и в плане финансовом, и в организационном плане. Потребуется очевидная помощь федерального центра, работы областного правительства, мэрии Ярославля. Но я уверен, что задача эта будет решена в интересах пострадавших людей. Жильцы дома 5, корпус 2, Пабатова, пострадавшие от взрыва газа, получат финансовую помощь от горожан. Деньги, отмечу, начали собирать сразу после происшествия. Их перечисляли предприятия и частные лица насчет фонда милосердия и здоровья. Кто-то приносил лично. Всего удалось собрать 533 тысячи 833 рубля. Самую большую сумму внесли предприятия и жители Гаврилов Ямского района. На заседании оргкомитета принято решение о применении этих средств. Принято было решение, что эти денежные средства поделить между жителями, которые проживают в этом доме, то бишь в равных долях, на 120 квартир. То бишь каждая квартира, то есть жители каждой квартиры получают по 4450 рублей. Регион дополнительно получит почти полмиллиарда рублей на расселение аварийного жилфонда. Немалую сумму области выделил Минстрой России. Об этом в своем аккаунте сегодня сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Он уточнил, в ближайшие пять лет планирует переселить 6 тысяч человек, то есть больше 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Дополнительная финансовая помощь поможет ускорить процесс. К слову, в этом году новые квартиры или денежные компенсации получили 375 жителей. До конца декабря количество должно увеличиться еще на 125 человек. Виктор Жучков избавился от приставки ИО. Указом губернатора Дмитрия Миронова он назначен директором областного департамента строительства. На заре своей карьеры чиновник преподавал на факультете социально-политических наук Демидовского университета. В 2004-м поступил на госслужбу, устроившись в департамент градостроительства и архитектуры Ярославской области. Занимал должность начальника информационно-правового отдела замдиректора. В 2009-м году перешел на работу в региональный департамент строительства. В 2011-м назначен первым замдиректора. Последнее время руководил департаментом, но с приставкой ИО. Назначение Жучкова стало своеобразным подарком ко дню рождения. 13 октября ему исполнится 44. Русские женщины могут не только коня на скаку остановить. Чиновница в Ярославской области развернула паром. Сегодня опубликовано видео, где отплывшая от берега груза пассажирская переправа вновь причаливает и забирает опоздавшую. Ею оказалась первая замглава администрации Тутаевского муниципального района Маргарита Новикова. В комментариях мнения разделились. Правда, большинство возмутил поступок. Чиновница в этот же день опубликовала в соцсетях извинения, объяснив свои действия тем, что встречалась с жителями левобережного Тутаева и прервать общение было невозможно. Дальше в рабочем графике значились переговоры с важным инвестором на правом берегу. Опаздывать тоже было неприлично. Более 150 миллионов рублей на такую сумму в первом полугодии ярославцы набрали микрозаймов. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Как сообщили городскому телеканалу в Ярославском отделении Банка России, микрофинансовым организациям предоставлено право в упрощенном порядке выдавать займы на сумму до полусотни тысяч рублей. Для получения денег достаточно заявления заемщика о доходах. Такие меры призваны облегчить финансовую процедуру в случае ограничений из-за коронавируса. Вслед за стартом отопительного сезона в Ярославле приступили к подготовке к сезону снегоуборочному. Сегодня начались проверки управляющих компаний на готовность спецтехники и механизаторов. Первым, где побывала комиссия, стал автопарк самого крупного управдома Фрунзенского района. Он обслуживает 330 домов. Рейд на первую путевую оказался необычным. Елена Третьякова расскажет, почему. Это МТЗ-82. В народе трактор Беларусь. Главная рабочая лошадка, которая этой зимой будет убирать улицы Ярославля. Он многофункциональный и все сезонный. Сзади у него щетка для подметания улиц, а спереди ковш для уборки снега. В него помещается средний сугроб. Таких машин в самой крупной управляющей компании Фрунзенского района 11. Столько же было и в прошлом году. Отличие нынешнего в укомплектованности. Техника на ходу, запчасти на случай поломки тоже в наличии. Так же, как и люди, которые машинами будут управлять. Один из них неожиданно проявил талант еще и в дизайнерском искусстве. Тракторист Олег Лепилов, свою ласточку тюнинговал от души. Этот трактор, к слову, самый пожилой в автопарке. Ему больше 20 лет. Последние 11 в заботливых руках Олега. Машина на ласку отзывчиво радует водителя тем, что не ломается. В состоянии он попал в таком был плачевном. Решил для себя сделать, чтобы уютно было работать. Мишка дома был давно еще. От отца достался. Все на его. Лучше было, красиво. Сам Олег сел за баранку трактора в 6 лет. Планирует посадить недавно родившегося первого внука Богдана, когда подрастет. На патриотизм в оформлении техники обратила внимание сегодня и комиссия. С проверкой автопарка правдома посетили представители администрации района и жил инспекции. Одно дело посмотреть отчет на бумаге, а другое убедиться визуально, что техника в наличии, техника исправна и техника готова к зимнему периоду. Механизаторы все опытные, знают, как работать. Поэтому надеюсь, что проблем не будет с очисткой и уборкой снега в Афрунинском районе. Не меньше надеются и жители района. Чтобы люди не падали, главное. Не скользко было на асфальте. Вот это самое важное. Мне кажется, внимание нужно обратить на пешие зоны. Это улицы, тротуары и преддомовые территории. Все. А так в основном дорога чистая была. Листья сейчас много, надо их убирать. Также и снег. Поэтому убирайте, ставьте лайки. Тротуар для людей проходить вот здесь. Совершенно невозможно от выемки до Большой Федоровской пройти. Чтобы людей побольше убирало. Было, ходило. Вот и все. Крыши, сосульки. То есть вот это вот тоже. На следующей неделе инспекция проверит крупные управляющие компании других районов. Суммарно планирует подготовить к работе около 60 снегоуборочных машин. Плюсом поддержка младших коллег ТСЖ и малый управдом обычно используют для уборки наемную технику. Елена Тридякова, Максим Сушанов, Новости города. Столичный архитектор показал Новый Ярославль. Своё видение того, как должны выглядеть главные улицы города, представил блогер Владислав Сурин. Пользователи отмечают, в ролике урбанист отличается качественной наглядной визуализацией. Поэтому легко представить, как это будет выглядеть в жизни. На кадрах молодой архитектор прогуливается по Богоявленской площади, Стрелке, по улицам Свободы, Большой Октябрьской и Московскому проспекту. Сурин предложил свои изменения, например, убрать парковку у Богоявленского храма. По улице Собинова, в промежутках, где разрушенные от времени здания обнесены зелёным забором, построить новые, не нарушая единый стиль исторического Ярославля. А вот в Ярославской филармонии прошёл музыкальный спектакль «Че плюс Че» с именитыми актёрами Сергеем Гармашем и Дарьей Белоусовой в главных ролях. Артисты выступили в рамках 12-го Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. Темой вечера стал юбилей двух представителей русского искусства 19 века Чайковского и Чехова. Рассказ об их знакомстве, совместном творчестве, а также строки с переписки звучали под музыку Чайковского в исполнении камерного ансамбля солиста Москвы. Гармаши и Белоусова отметили, а им особенно приятно выступать с чтением под аккомпанемент музыкального оркестра, а также рассказали о личном отношении к подобному жанру. Я уже, наверное, больше 10 лет с удовольствием принимаю такие предложения, выступления с оркестром. И вы знаете, это невероятное удовольствие. Кино и театра в моей жизни много, этого мало, когда у тебя за спиной шепчут эти домры, вот так вот, как-то еле-еле тихо. Это, знаете, это просто шприц с адреналином в спину. Мне кажется, что человек, зритель соскучился по простому формату сейчас. И мне кажется, что мы все творческие люди это осознаем, потому что так много нагромождения во всем. Такой постмодернизм уже не моден совсем. Хочется простого человеческого языка, слова, без наворотов. Возвращаемся в прямой эфир новостей городского телеканала о событиях четверга. Вместе со мной Наталья Пионова и рассказывают корреспонденты информационной службы. Сегодня все промышленные альпинисты могут отмечать профессиональный праздник. 190 лет назад ярославский крестьянин Петр Телушкин начал работу по восстановлению фигуры ангела на шпиле Петропавловского собора в культурной столице. В Ярославле есть копия храма, на котором работал Телушкин, Петра и Павла на перекопе, правда, на 80 метров ниже Петербургского. Так что можно себе представить подвиг ярославца. К тому же он использовал только веревки. Примерно так же работают современные альпинисты. В архиве городского телеканала сохранились кадры реставрации колокольни в селе Вятском. Любопытно, что Петр Телушкин происходит из этих мест. Земляка прозвали небесным кровельщиком. Ярославец был запечатлен на полотне «Парад на Марсовом поле» вместе со знаменитыми современниками, где был и Пушкин, и царская семья. Полвека назад, 8 октября 1970-го, Нобелевскую премию по литературе получил Александр Исаевич Солженицын. За нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы. На пути своего триумфального возвращения из эмиграции на родину в 1994-м, писатель на 4 дня останавливался в Ярославле. Съемочная группа городского телеканала сопровождала писателя во время многих встреч. Солженицына интересовала жизнь соотечественников. В нашем городе он собирал материалы для эпопеи «Красное колесо». Нобелевский лауреат виртуально вернулся в Ярославль в апреле 2018-го. Глеб Панфилов выбрал окраины города для съемок фильма «Один день Ивана Денисовича». На заброшенном элеваторе резинотехники снимали лагерные сцены. В массовке, как всегда, были ярославцы. Сегодня день памяти Сергия Радонежского. Преподобный родился под Ростовом в селе Варнице. В 2014-м, когда православный мир отмечал 700-летие святого, на родине проходили большие торжества. В них принял участие патриарх московский Евсея Руси Кирилл. В Варницком мужском монастыре предстоятель осветил новый собор во имя преподобного, возглавил божественную литургию. Обитель расположена на территории Ярославской митрополии, но является подворьем Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Русской православной церкви Варницкой монастырь вернули в феврале 1995-го. И теперь к спортивной части выпуска. На стадионе «Шинник» меняют кресла. Партию новых сегодня привезли из Ижевска от компании-производителя, которая оборудовала стадионы, в том числе к чемпионату мира по футболу. Старым сиденьям, еще Лужковским, два десятка лет. За это время они порядком поизносились, многие вообще стали непригодными. Заменят четыре тысячи кресел. Начать решили с центрального сектора западные трибуны. Здесь собирается большинство болельщиков. Новинки более прочные, сломать их еще надо умудриться. Крепится на четыре точки, а не на две, как прежние. В клубе надеются, что сиденья прослужат долго. «Сломать можно, конечно, все, как себя будут вести. Я думаю, что вот эти сиденья мы уже не первый раз берем. И когда приезжал к нам Спартак, они выдержали испытания тогда. Часть кресел, которые мы снимем, мы будем их использовать на других трибунах, на северной трибуне. Там очень много сломанных. Часть оставим в запасе, которые уже не подлежат восстановлению, будем утилизировать». «Мы должны получить новый сертификат в конце октября. Для этого нам нужно выполнить несколько сложных операций. Первая операция – это замена сидений. Вторая – это замена плит. И третье – укрепление верхних частей плит. Поэтому сейчас мы это все сделаем и в октябре получим этот сертификат, который будет позволять играть шиннику, принимать домашний матч. На все виды работ выдано 14 миллионов». И все-таки еще одно техническое поражение шинника в Москве прошло заседание комитета РФС, на котором рассмотрели рапорты делегатов и протоколы матчей 13-го тура Олимпиаренства текущей национальной лиги. Речь шла и об игре с командой Иртыш из Омска, которая должна была состояться в минувшее воскресенье на Ярославском стадионе. Однако в соответствии с постановлением главного регионального санврача Звягина, сотрудников шинника, включая футболистов и тренеров, отстранили от матчей на несколько дней. В соответствии с дисциплинарным регламентом принято решение присудить поражение шиннику со счетом 3-0. Напомню, в начале октября нашим футболистам также засчитали техническое поражение в кубковом матче против Знамени. Черно-синие не прибыли на игру из-за вспышки COVID-19 в команде. Напомню, в пятницу выездной игрой с командой «Динамо-Брянск» черно-синие начинают октябрьскую матчевую серию. Это их первый выход после двухнедельного карантина. Ярославец-победитель первенства Европы по грибному слалому Михаил Круглов в составе юниорской российской сборной выиграл в командной гонке канаистов. Соревнования проходили в польском Кракове на канале реки Вислы. Участвовали спортсмены 23 стран. Сборная России в составе Дмитрия Хромцова, Павла Котова и Михаила Круглова показала победный результат, преодолев дистанцию за 108,1 секунды. Для ярославца это первая награда международного уровня. Ранее высшая ступень пьедестала ему трижды покорялась на чемпионате России. Пришло время ярославской истории. Слово ее автору Сергею Муравьеву. Протезное предприятие предлагает диагностику стопы и стельки индивидуального изготовления. В салонах-магазинах предприятия можно приобрести ортопедическую обувь, протезы грудных желез, белье, купальники, бандажи и корсеты. Справки по телефону 48-04-60. Впервые военные учебные заведения для солдатских детей появились при Петре Великом. В 1721 году император своим указом учредил при каждом гарнизоне школы, в каждую из которых набирались 50 кантонистов, то есть малолетних детей нижних чинов. В 18 столетии батальоны военных кантонистов располагались и в Ярославле, за хоторслю, у московского тракта. В 60-х годах 19-го столетия по инициативе Александра II началась реорганизация всех военно-учебных заведений Российской империи. Ярославская военная прогимназия, дающая неполное образование, была известна всей стране, так как сюда направляли воспитанников, плохо показавших себя в учебе в других военных школах. Вторая подобная прогимназия находилась в городе Вольске, туда отсылали за дурное поведение и плохую наследственность. В журнале «Журавль» были опубликованы такие стишки. Драли зады много лета предку вольского кадета. Ярославцам тоже драли, но чтоб так, так уж едва ли. Сильно крепки, как быки, ярославцы босяки. С 1885 года прогимназия превращается в Ярославскую военную школу, а в сентябре 1895-го проходит торжественное открытие кадетского корпуса. 1 сентября 1897-го года в присутствии владыки была освящена часовня во имя святых Петра и Павла, которую мы можем сегодня видеть только на старых фотографиях. Кадеты ничем не отличались от гражданских гимназистов. Шпаргалки, приписки в табеле, дружба с юными гимназистками, винопитие в старших классах. Разве что режимы дисциплина были несравненно жестче. Столичная комиссия, посетившая корпус в 1905 году, отметила хорошее знание и строевую подготовку. Так в своем маленьком мире и по своим законам жили ярославские кадеты, пока не грянула февральская революция 1917-го года, ставшая для корпуса началом конца. Кадеты революцию не приняли, а во время майских праздников военный оркестр кадетского корпуса отказался наотрез играть марсельезу. Более того, в первые дни новой власти манифестация рабочих, проходящая с транспарантами мимо здания корпуса, услышала из распахнутых окон «Боже царя храни». Во время белогвардейского мятежа 1918 года большинство кадетов старших классов примкнули к восставшим одними из первых, за что и поплатились. Свидетели тех страшных гнев вспоминали, как совсем еще юных пацанов красногвардейцы расстреливали у Ильинской площади. Ярославскому кадетскому корпусу есть чем гордиться. В Первую мировую войну 20 выпускников стали георгиевскими кавалерами, пять офицеров дослужились до генеральских погон. Сотни воевали по обеим сторонам баррикад, и каждый за свою правду. Судя по времени, пора вспомнить о погоде. В предстоящие выходные в Москве, например, не ожидается существенных осадков. Днем температура не упадет ниже 15 градусов. Тепло также возвращается в ряд других российских городов. Входит ли Ярославль в этот список? Ольга Муравьева. Здравствуйте. В Ярославле облачно будет весь день. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь. Подробности через секунды. Некогда нам гревать. Время крышу покрывать. Построив свой шикарный дом, пора подумать про забор. Металлочерепица, профнастил, водосточные системы, профильные трубы. Металлопроф. 338-339. Ночью в пятницу в Ярославле облачно, без осадков. Температура 8 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 700. 757 миллиметров втутного столба. Днем в пятницу в Ярославле облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура 16 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 756 миллиметров втутного столба. Начни ремонт вместе с Торекс. Выбирай стальные хиты продаж Торекс с выгодой до 10 тысяч рублей. Не пропусти. Специальное предложение осени на двери Торекс. На этом погоде все. С вами была Ольга Муравьева. Всего доброго. До встречи в новых выпусках. Через мгновение эфир городского телеканала продолжит российский фильм «Ближе, чем кажется». Он состоит из четырех новелл «Гордость», «Зараза», «В шаге от моря» и «Собственно, ближе, чем кажется». Это светлое и доброе кино для всей семьи. Здесь показан мир глазами детей. Очень полезно вернуться в то состояние, когда мир еще воспринимался без рамок и ограничений. Когда все проявления чувств искренние и настоящие. Наконец, когда возможно все. Это все, что успеваю рассказать. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала. В ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграме. А в студии работала Наталья Пилнова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok